Создавая своего персонажа, надо решить, какие черты у них общие с вами, а какие нет. Отчасти это внутренние особенности, их характеры и личности, но отчасти внешность и физические параметры, поскольку в волшебном мире фэнтези можно быть не только человеком. Выбрав расу персонажа, вы получаете уникальный облик и интересные способности. Эти выпуски и предназначены для того, чтобы помочь вам определить, какая раса более всего вам по душе, какой бы вы хотели играть, ну и понемножечку рассказать о них. Поэтому, господа, присаживаемся поудобнее, наливаем полные кружки, а-ля все дела, вы опять в таверне, и вот я вам объяснил, зачем вообще все эти ролики. Ну и конечно же, конечно же, конечно же, огромнейшая благодарность всем спонсорам на Бусти. Если ты еще не там, залетай, там еще и ролики дополнительные выходят. В общем, до встречи на Бусти, а мы приступаем к самому такому, знаете ли, классическому. Ведь сегодня мы говорим о таких крепких и бесконечно преданных дворфах. Да, это парни те еще, ну и мадамы, разумеется. Короче, такая, ну как бы основная, базовая информация, что дворфов признают взрослыми к 20 годам, но они считаются молодежью до 50, ведь живут они в среднем до 350 лет. Про их размер, это вообще, конечно, больная тема, но чтоб вы знали, взрослые дворфы бывают ростом от 4 до 5 футов, то есть от 120 до 150 сантиметров и весят примерно 70 килограмм. В общем, да, эти вот крепкие и преданные дворфы – народ, который ценит узы клана и семьи. Они невелики ростом, но сильны и выносливы, поскольку привыкли к суровой жизни в горах. Благодаря этому они лучше всего подходят для тяжкого труда шахтера. Вся культура дворфов строится вокруг добычи полезных ископаемых. Их ценные находки объясняют, почему дворфы так падки на блеск золота и самоцветов, а также надежного железного оружия. А трудности их добычи объясняют, почему дворфы создают такие закрытые сообщества, зачастую враждебные к чужакам, особенно гоблинам и оркам. Дворфы бывают упрямыми и зацикленными на своем, а потому вражда между кланами порой длится несколько поколений. Даже переселившиеся в далекий город и став там успешным ремесленником, дворф не забудет, откуда он родом. Поэтому на дорогу приключений дворфов часто толкает исполнение древних традиций клана или месть за древнюю обиду. Впрочем, они также отправляются за приключениями ради личной славы, службы одному из своих богов-мастеров или просто в надежде загробастать побольше золотишка. Что ж касается, если вот немножко подробнее про эту вот вражду дворфов, у дворфов острое чувство справедливости. Да-да-да. И они очень верны традициям клана. Обида, нанесенная одному дворфу, считается обидой для всего клана. Даже одно оскорбление, если за него быстро и не извиниться, может вылиться в полноценную вражду кланов, которая будет длиться на протяжении жизни нескольких поколений. Ну и, конечно же, по традиции, особенности. Во-первых, да, они крепкие. Дворфы физически выносливы, могут снести много ударов и от природы легче переносят яды. В то же время они изобретательны. Да, дворфы часто становятся знатоками тех или иных ремесел. Будь то оружейное дело или обработка камня. Инструменты своего ремесла они знают как свои пять пальцев. В то же время они, разумеется, и сильные. Дворфы, живущие в суровых местах, любят холод и острые скалы и славятся физической силой. Ну и, конечно же, они мудрые. Живущие в менее суровых местах, они становятся очень осторожны. Вдале от своих шахт они стараются держать свою мудрость при себе. Ну и, по итогу, ребят, отвечаем на вопросы. Если вы цените упорный труд и семью, если вы нелегко прощаете обиды, если вы всегда ищите новое сокровище, то да, батенька, вы Дворф! Эта раса вам определенно подходит. Ну а я на этом все. До очень скорой встречи в новых роликах!